с вами над game rus и я какая с маринос а также мои проблемы при записи звука и сегодня мы с вами продолжаем прохождение игры resident evil 7 прошлый раз мы остановились перед непосредственно заходом в обитель скажем так нашего любимого лукаса кстати вот к нему если идти то возможно нам понадобится огнемет там по-моему вроде будет а во-первых мы хотели кассетку смотреть давайте посмотрим кассету так давайте это важная кассета с днем рождения что мы сейчас будем решать здесь головоломку кстати в свое время довольно так на ней много времени потерял ты друг мой редкость везучий суки сын знаешь я тебе реально завидую что не веришь мне эту радость я ее не подделаешь неделя упорного труда и вот наконец-то наш шедевр ну лукаса конечно просто шикарно озвучили я к слову когда он набирал код первый раз когда играл я пытался все подметить и посмотреть вообще пароль а лукас как мы видим сволочь такая его загородил конечно игра называется только бы выбраться из этой комнаты живую и не умереть страшной мучительной смертью Я знаю, так себе название. Возьми свечку, зажги её и вставь в тот. Ты улыбайся побольше, вечеринка-то для тебя. Хуй себе. Просто уже возьмём всё то, что нам надо, грубо говоря, поджечь. Дальше нам в туалете нужна эта штука. Поджорная труба. Не, мы ничего не видим. Потому что нам её надо помыть. Тогда мы можем увидеть изображение повешенной, неприличный орган птицы и зародыш. Сразу видим загадки, которые перекочевали из седьмой части. Ой, из дворезидиума второй, да. Ну, естественно, другую сторону нам было проще. Ты. Куколка с надписью «Ты». Как бы спойлер. Отговариваю мне её в спойлере. Палец куклы. Всё, мы теперь можем найти и ручку. Ручка у нас вот здесь. Пароль мы никак не наберём. Здесь специально сделано, чтобы при повторном прохождении ты не сделала. У меня сейчас, кстати, момент. Я помню ключ от двери. Код от двери. Мне интересно, игра поменяет его или нет. Этоnsатинги. все остался последний а стоп последний а где эту штуку возьму забыл а ну да сейчас в принципе это достаем сюда-сюда самое главное штуку после которой что за хуйня ты что делаешь ты что делаешь лузер пароль словом этот чем-то больше напоминает какие-то значит такие да не знаю даже где-то саленки у наверно что-то есть от этого тоже в этом резиденте слава богу что нету подобных загадок в этом во втором резиденте топ-5 замучаешься тут-то и три буквы не всегда помнишь а и и и и и и и и и то есть душ не работает под ладонь не постоишь но теперь благодаря этой кассете мы можем пройти эту комнату нет интересно если мы бы если человек бы не прошел не посмотрел то за него это наверно была бы полная запара пришлось бы все перепроходить но с другой стороны там есть сохранение перед этой комнатой что ты в случае чего пошел и обратно посмотрел эту комнату эту кассету так что без нее вы не пройдете простите за шум наушников скрип надо чуть-чуть поближе сделать микрофон иначе у меня будет плохо слышать дано пора уже взять и купить себе нормальную золотого карту горелка нам пригодится для чего спросите вы а я вам отвечу для чего и молчу там будет очень плохой дядя очень мощный плохой дядя к слову кстати а что это у меня тут такое полученный пистолетный патрон и полный боекомплект да давайте возьмем зарядим в пистолет эту семерочку у меня есть три таких и десяток в пистолете ну к пистолету уже свою актуальность начинает в этой части игре по факту терять потому что он недостаточно много урона наносит что еще возьмем с собой и пока вроде все это все что останется после меня ну давайте сохранимся чтобы еще раз кассет не смотреть а пароль от комнаты я сейчас помню который был после того как мы все испытания проходим мне вот очень интересно что будет если я его сейчас наберу мне кажется пароль сменит а что нигде ничего никто не писал что что происходит если ты пароль вводишь правильный открывай лукас мать твою сова открывай медвей пришел к телевизор клише смотри в камеру и спрашивает работать она или нет и там и там постой 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 у меня для тебя кое-что есть гляди гляди что у меня есть ты знаешь ты знаешь для чего это знаешь для чего это нужно ай блять не досмотреть на это естественно очень приятно меня просто передергивает я просто хочу показать что не все хотят вернуться к прежнему порядку вещей зоя тупая сука она не понимает что я не хочу возвращаться к прежним временам пока отец вас всех не нашел они все хотят повернуть время спать так вот так вот итан итан ты можешь ты можешь сколько угодно ползать под этим вонючим поганым домишкой и искать эти твои ингредиенты но ты ни черта не найдешь итан если бы все к озвучке подходили как вот этот парень то русской русская локализация была бы просто бомбической во всех играх вот серьезно то как озвучен в этой в этой локализации уже забыл как его зовут мать его как тебя зовут то я опять зовут как его зовут блин а я сейчас осознал тот факт что мне придется тратить кучу боеприпасов хотя не будем мы тратить мы можем большое количество этих пройти но что-то придется отстреливать хотим мы или нет здесь мы можем пройти только ближе к концу я так ты их обычно отстреливаю так у нас он здесь вот находится ремкомплект который мы можем починить пистолет а вот здесь вот уже не пройдешь без выстрела спасибо я так и понял опять забыл его имя так но этот ящик мы можем трогать и аптечка патрон дайте для пистолета но я пошел вот это взрывается я просто помню за какие взрывать и нет у евро по и так поменять потому что ну по моему слишком жирно если я буду использовать боеприпасы для уже будь добр лукаса это слово переворачивает 14 08 это правильный пароль сейчас он неправильник там он говорил 06 12 нужно найти пару 05 14 давай попробуем еще ну давай я вот не удивлюсь если одна из этих вот трех комбинаций сейчас будет потому что он назвал 08 14 а если бы сейчас прошли бы то пароль был 14 08 но видит еще раз он видимо то ли понял что я догадался еще что там может быть и не догадался вовсе давайте починим пистолет слово у нас есть семь патронов давайте тогда его он там что нам сейчас пригодится открывать ящики всякие простреливать надо как-то чуть-чуть отойти иногда можно выстрелом в тот ящик взломать и этот ящик а нам прежде всего нужен не для взлома ящиков нам он прежде всего нужен сейчас для вот это точно взрывается но пока я помню ящик и вот это я не помню не взрывается у нас появились пистолетные патроны так ну в целом 5 заряден сейчас тогда в блок сейчас будет довольно интересный момент и к слову сложный да я знаю что здесь такая штука еще я знаю что сзади меня будет атаковать прототип ликера я вам уже говорил что здесь это все это было сделано мой специально по-моему по патронам у меня все вроде кстати к слову творю дичь поскольку мне же надо будет слушать это немного на себя берешь а уже патронов мне же надо будет еще одну комнату разряжать как я говорил они сейчас очень живучие поэтому пистолета уже толку становится мало вот именно за этим я сюда и пришел если бы еще этим взрывом убивались другие твою дивизию чертов лукаса а так все дальше блять предельно аккуратно спросите за выражение но патрона просто мне не хватило стероиды пригодятся что у нас здесь древняя монета хорошо все уходим каунься стероида строят хорошо не повысить на здоровье так пистолеты у нас вроде все поэтому пока пофигу какой будет из них у нас основным блоки магазин побольше но это вроде как бы урон больше но если честно то счет незаметно мы можем намутить усиленных патронов но опять же это я все экономлю на макаров хотя с другой стороны зачем дробовик соло нам надо будет как можно меньше сейчас юзать по одной простой причине давайте для разнообразия год положим попользуюсь этим пистолетом намутим именно усиленные патроны десяточек чтобы было почему они просто него не не выпадают если словно примеру обычные патроны легко найти а эти вот я вообще один раз максимум 2 полом видео чтобы где-то в коробке лежали усиленные боеприпасы давайте для разнообразия походим с классическим пистолетом ну вот да сделали здесь кассету умно потому что но не все додумаются посмотреть и все во-первых найдут давайте возьмем на всякий случай больше огнемета что он нам по факту нужен будет наверно в последний раз мне так кажется утешай себя кириллу кишай потому что сейчас у нас будет очень нехороший дядя который будет пытаться нас убить а этот очень нехороший дядя господи эпоксид сейчас бы ради эпоксида сильные боеприпасы тратить но честно сказать я не помню взрываются они или нет а они это опять сильный эпоксид сейчас мы их выложим наше а не место занимает а все магазин остался жалко жалко трать на чё делать жалку пчелки обычные пистолеты в отличные патроны в этой игре конечно созданы только для того чтобы ящики вот эти вот открывать честно вам скажу хранится с дальше мы сейчас пойдем вниз и маулем все-таки нас убьет конечно у меня есть две аптечки но юстон дело такое так матуш пришли да да там вроде ничего не было интересного быть еще раз посмотри внимательно подсказать что этот прошел я прошел патроны к дробовику очень нужна для нас вещь к слову что что патроны к дробовику нам нужны при правильном применении они очень мощно отрабатывают ну к слову сейчас такая часть игры который вот именно для этого и создана на углу для дробовика я кстати буду смеяться сейчас пароль будет 1408 но я помню что именно 1408 я заполнил это еще дайте уже обычных патронов а чтобы эти ящики мог раскрывать вот так вот да не тратив хороший боекомплект это все конечно хорошо но это все полная уита уита полная договорил эти патроны в этой игре о да это опять потом даже боевика отлично они предназначены здесь для того чтобы открывать ящики специализированные патроны по открыванию ящиков сейчас убить ими уже на этих уровнях реально сложно кого-то возможно это рассчитано под пистолет но серьезно сейчас бы мощность пистолета мерить от его старости хотя ствол длиньше тому виной берем огнемет и жжем не по-детски больше ничего не туда очень смешно ты можешь не на меня это делать пожалуйста опять я вовремя нажал и барбекю из него сделал ой я и забыл что взрывается есть я еще не готов я еще живет твою мать вот поэтому здесь нужен огнемет то есть мы по факту ни одного патрона мы не потратили поэтому сожгли его а даже блевота блокируется блоком и поэтому как видите уж такие то вещи конечно блокировать смешно но по-другому как так нам нужно всего одна монета на сушу я семья не изменяет память который кстати помогет и здесь и есть ну давай поскольку пароль 1146 нет такого еще не было и той комбинации по моему тоже особо не было как бы цифры присутствовали он несколько раз 14 набирал шестерка была то есть как бы да завязана то есть но я думал что один из перевернутых паролей будет так как бы психостимуляторов на самом деле сожрать давайте изучим через вообще есть мы что-то по-любому прошли не может быть того что мы ну-то надрение монеток слово я просто помню что здесь монета она нам сейчас и как раз нужно будет пока быстренько вот здесь все проведать он не попался на ловушке он смотрите видите вообще просто вот просто взял прошел гильзы для логовика молодец какое здесь что-то прошли тоже траву прошли именно поэтому я сюда вернулся быстро под стих психостимуляторами глянуть еще я тут не взял патроны для магнума прекрасно просто вообще и кстати не помню я в туалете взял патроны по моему нифига нельзя по моему я опоссум они вроде брал ну это мы все равно будем еще шастать ну в целом больше ничего я не вижу да да они что-то есть садрик а ага ну все да больше нет ничего ну все возвращаемся тогда ждать долго быстрее здесь пройдем одиннадцать сорок шесть вода все-таки нет какого-то да видимо втором потому что иначе вы просто сказали что если вы набираете пароль у вас есть возможность вот такого прохода сюжета и там ничего это сказано не было я так и думал что скорее все пароли будут меняться потому что сколько я не играл усмотреть нифига себе там помечалось но видимо оно так это помечалось в этом да в этой комнате опин ну ты скалопендра у нас там другой ком 17 нормально у нас там патрону к магнуму поход делание все-таки поход делал забыл я к слову его раньше никогда не брал но вот когда я столкнулся в прошлый раз с этими огромными тварями сожрем аптечку на всяких пожарных тут ты знаешь-то залечить хотел всего хорошего проблема в том лука что я все прекрасно знаю они дают да не дают опять пойдет через эту стиху не проходить как на счет немного сыграть нужно всего лишь сложить свечу и вставить ее в дом не ругайся тут в доме дети где-то кажется точно не помню наконец-то я могу пользоваться блатные печи нам-то больше ничего делать то не надо все что у нас сжечь веревку уничтожать шарики смерть шариков шариковый геноцид и набрать лузер сжариковый геноцид и набрать лузер пай 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 естественно немножко шариков геноцида продаемся в том что мы не сгорим поскольку масса то не выльем то есть благодаря клэнси его гибели мы смогли по моему кстати был оператор которого начали схватили для его мучительной смерти мы смогли выжить и кое-кто наебался нет это был не я 2 хаос лейтар это все начаты способен муча час блять наконец-то челочки не не и кто где-то ну что ж и там хули тебе нужно то я смерть ну придется повременить пока что повезло мне слушай трюки в рукаве еще остались если нет то лучше бы тебе я тебе не скажу терпеть не могу спойлеры сам момент когда да а мы сейчас возьмем когда на этом периоде субтитры написано одно ха ха в игре другое прикольно мне нравится так значит чем мы берем нож берем пистолет каком будем использовать 100 лет нам понадобится сейчас в любом случае давай m19 уже говорили что будем его использовать так возьмем усиленные патроны но сначала возьму дробовик и гранатомет наверно хотя я говорю что я не люблю гранатомет но он нам может пригодиться сейчас так впереди у нас тоже будет босс значит мы берем зажигательные снаряды улучшенные пистолетные патроны мы берем мы берем мы берем мы берем всех подряд так отчетами аптечек всего 2 нет сверху аптечка была аптечка рука серии д мы берем мы берем полный комплект аптечек я просто подготовлю сейчас к битве еще смотрю все время берем голову нам надо будет дать гильзы для дробовика берем древние монеты по-моему сейчас нам не пригодятся и берем рукоятку и сохраняемся калятка нам пригодится поскольку мы сейчас пойдем можем ее потом оставить потому что крутить надо здесь будет всякую патрончики для дробовика но я чувствую с таким количеством упырей которые будут здесь нам патрончики дробовика пойдут все-таки не на папаню нам сейчас дробовик нужен будет и дробовик нужен будет в подземелье а потом все как бы дальше куда гораздо будет полезнее пистолет-пулемет нахлобучивать противника к слову но сейчас будет довольно опять много здесь прям такой отрезок что их реально много так у нас 23 патрона гробовику кстати дробовик заряжен заряжена почему не заряжен гранатомет самодельный интересно просто чем он стреляет даже банально лампочка обычная патрон от лампочки как то что тут такое прикольно сделан недоверие меня до сих пор огромные 15 патронов это как это облегчение с другой стороны когда тебе тут же патроны дробовиков пистолету суют то надо всегда быть на ухо востро держать или все мои кореша помню что и сейчас будет много у нас как бы тоже сейчас нормально уже по патронам самое понятно кого я больше всего ненавижу это быстрых и здесь кстати будут две-три штуки 1 вот классические упыри классические упыри то хрен с ним вот он идет и и и Не, нихуя Да ты охренел, блин, я пробегал мимо Сейчас че сожрет, блин Ты че такой слабенький-то, блин Вот так вот взяли, упыри сожрали, представляете Фигня, фигня, щас мы с ними разберемся Они взяли нас и сожрали, блин Патрон давай сюда Это сам момент, да, все, так пройти и На упыре просто Я говорю, патроны эти бесполезные становятся Просто, в 10 тысяч выстрелов надо Ну давай, прыгай Так Как бы нормальными патронами Два выстрела минус башка А то 5-10 выстрелов К слову этих упыри О, еще идут упыри Конечно Есть контакт Есть контакт Хотя я, к слову, промазал Почаще бы так мазать Ну это мы сейчас уработаем Классическими припасами Не-не-не-не-не, дружище Ты же и бал руку ставить Я знаю, что ты хотел обниматься Ну прости, не разделяй твоих чувств ко мне Так, будет еще один прыгающий упырь Это я помню Прыгающий упырь А только где он будет, сзади или будут сбереди Два их сзади мы ушатали Будет сейчас еще один у нас упадет Фух Это было, на самом деле, поздненько Просто реально, патроны гранатомета Я вообще не использую Поэтому давайте-ка мы сейчас его Попробуем Поиспользовать Как раз таки Топливо для горелки Так, по-моему, эпоксида у меня больше никакого нет Сажаем психоскимуляторы Чтобы видеть, что мы что-то проипали Проипали А мы, по-моему, туда попасть никак не можем Да, открывайся ты, ёпт Двери как-то странные здесь работают Двери нам еще говорят И да-а-а-а Это самозащиты Забыл Так, сильный заряд у нас есть 51, отлично. Мутим еще одну аптечку. Мутим усиленные боеприпасы, десяток. Патроны к дробовику что-то у нас очень резко поредели. А, у нас полный боекомплект и новый. Все тогда, хорошо. Тогда я доволен. К слову, мы этот 9 зарядов мы отложим. Я опять же говорю, нам они будут нужны еще для других дел. Так, сюда мы... Чем мы сюда заставим? Сюда мы заставим единственную нашу аптечку. Ну, пускай пока так будет. Потом уже, когда сейчас... Сейчас там, что будет очередной босс. Oh my! Есть у меня эпоксид, я спрашивал. Вот, вот, прямо не слепых. А почему я, кстати, не увидел? А, я, кажется, увидел, но я не видел. Я видел, но не видел. Обычно, короче. Так, у нас заряжен классический боеприпасы. Пускай будут классические. Так, туда прохода нету. Так что сейчас у нас тут будет... Мия. Ну вот, за рюкзачок давай возьмем его. Нет, ладно, так и будет. Говорили, не буду брать. Ну что, давай, режь свою жену, точнее, ее веревки. Так, следующую тёвочку. Зои? Зои, я... Не сейчас. У нас нет времени. У тебя оба ингредиента. Они у меня. Этого же хватит, да? Если только поторопимся. Отец Лукаса недалеко. Он идет. Папочка идет. Хорошо. На две порции хватит. Так, а че мы сейчас будем брать? А мы ему гранатометом залепим. В рожу. Сделаем сыворотку, а дальше что? Снаружи лодка, переплывем болото. Но без сыворотки мы далеко не уйдем. Эй, одна из них моя! Черт, это старина Бейкер, блядь. Старый, ты офигел, по-моему. Че-то я вообще не... Как-то в этом раунде хреново уворачиваюсь. Перезряжайся давай. Ты будешь что-нибудь стрелять вообще? Надо еще наверху обследовать, что происходит. Сначала я убью тебя, а потом и я. Просто надо бежать. Я тоже буду жить вечно, Джек, не переживай. Ну я сам вам всего две отсечки остался, сам, печально. Ты у меня кровью захлебнешься, и ты, и твоя сочная, и я. Взяли, взяли мы. Вот они сочи сюда. Так, ну вот теперь можно воевать. Ну он залезет наверх, нам бы хорошо спуститься. Где у тебя глазик, признавайся. Твоя жизнь дерьма заботчика не стоит. Приучим пожеланиями, блядь. Другой у него на пузе. И это лучше сделать с дробовика. Ты не пожалеешь, кто родился на этот свет. Да стой ты снизу. Так. Сейчас будет сложный момент. Теперь я видел все. О, в натуре, не говори. Итан, сюда. Что? Ижая ухода. Что ты, вороткой? Хочешь, чтобы я его вылечил? Хорошая. Ты в порядке? Ну такое себе. Да. Идем. Мина ждет. Ой, мня. По сути, я замочил его, по большей части использую только пистолет. При этом пистолет, как вам сказать, это средняя улица сложности, а на нем нету автоприцеливания. Ох. К слову, кстати, получается, от таких моментов гораздо больше удовольствия. Когда-то реально вот их фигачишь вот так вот. Спасем мы тогда именно жену. Что делать? На хороший концов-то пойдем. Хотя первый раз я спасал Зоя. Одну использовал. И одна осталась. Только одна. Но не может быть такого. И что же нам делать? Они прям как две девочки, которые наркоманки, да? Сосать будете по очереди. Шучу. Ничего. Глупо было надеяться на побег. Ну что, я тебя спасу только с другом, пока. Мы найдем кого-нибудь, кто поможет этому. Очевидно, мое место здесь. Я пришлю помощь. Забудь. Тут некому будет помогать. Поможем мы тебе, не ори. Ну, наверное, сейчас дойдем до самого первых сохранений. На этом, наверное, закончим эту серию. Потому что, ну, серьезно, уже довольно много. Несколько боссов. Почему несколько? Один босс, но все равно. Ну, пока мы то прошли, пока это. Времечек тоже, в принципе, я думаю, нормально наиграли. Сейчас пока еще до сохранения дойдем. Сейчас будут катсцены. Еще целая вещь сейчас пройдет. Как будто есть по каким-то джунглям. В Камбоджии, а не в Америке. Ты в порядке? Что произошло? Что за твойня? Что за твойня? Ну, к слову, патроны для дробовика у нас куча. Поэтому мы сможем и проваливать. Так что, в принципе, дробовик нам нужен был сейчас, а мы вообще обошлись пистолетом. Потому что нам перед финалом очень будет много этих сволочей. Их надо будет отстреливать вот так пачками. Для этого нам нужен как раз таки. Хоба. Хоба. Живой. Итан. 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 Грязелка его забрала. Я сначала думал, что это ини, видите, все эти блестки. Такое ощущение, что как будто какой-то Арктики из-за этих блесток. Что это было? Что это было? ёпта я вспомнил здесь это статуя из людей то что-то сейчас ее было неожиданно видеть испугался нет потому что тоже человек с честно закрыта что такое машинное отделение пиздец что же тут творится вам нужно оружие если корабль оружие я не знаю пойдем сюда может там выход нифига у них такие эти блин моднял и тактический шум подавлялки наушники воде рабочие а прицеплены как будто каски такое ощущение что здесь замышляли знаете рабочих не рабочих а военных так впечатление она переделку времени уже не вопрос не видел ни разу чтоб так каски крепились наушники но может быть это потому что у нас тут снг все так отстало и кто такими занимается не знаю сейчас здесь будет довольно тяжелый момент я под не помню сохранения по моему сейчас будет только когда нас флэшбэком перенесет в прошлое я потому что так то нам надо лазить везде искать писать макарова список экипажа но его зачитывать не буду второй помощник капитан врач и так далее там имена фамилия ничего интересного по моему никаких особо значимых двойн чамберс вообще ничего и короче такие фамилии никаких нету как мило должно быть он от чего-то прятался ну про как будто обычные военные наушники понимаете почему я застрял на это внимание как будто какие-то эти пелтр по моему вроде для обычных то работяг чет по он крутовато как минимум так вообще что здесь вот и изначально военные делались военные обычно пелтор такие гражданские тоже он топал свои до 2 недалеко ушел на самом деле жалко если обычные работяги че инсайдми че и вы на во мне на вовсе ну это я и сам мог перевести ну в принципе правильно тоже не все имеют на банально простом уровне миленько это сколько металлолом пропадает танкер газовоз спк аннабель построим в 87 году за подъем здесь одна тысяча тонн длина 289 метров просто одна маленькая девочка успокойся девочка ты вспомнила что кто ты одна маленькая девочка расфигачила целый огромный газовоз скажем так слову я думаю продолжение семерки все равно будет по одной простой причине нам неизвестно что за компания как они создали наверняка с этим будет какой-то тоже сюжет и твист но я думаю после третьего резидента а быть может они и параллельно выпустят эти игры промежутком в год но не параллельно но во всяком случае довольно быстро то ли спускался то ли поднимался ну потому что как минимум я считаю что зацикливаться конечно на старом не надо как бы понятное дело что все часть резидента нужно уже ремонтить но как бы развитие вот этого хотелось бы увидеть даже пусть открытую вот продолжая разговор даже если грубо говоря не от первого лица хотя резидент от первого лица довольно атмосферно смотрится вы можете с этим быть не согласны и проклинать меня говорить что ничего не понимаю хотя я играл еще самые первые резиденты что я видел что есть люди которые недовольны к слову даже сюжетом в этой игре который нормальный как минимум так там внизу нет ничего а здесь мы не пройдем там нам не пройти это самое эту штуку там конечно взять можем всего пара сторона она надо будет как и а минимум очень быстро действий что естественно дверь мы не успеем закрыть какое-то время мы в безопасности нам уже не спастись но хотя бы расскажу мир о том что здесь произошло я вернулся ночной вахте отсыпался в кубрики было около полудня будучи в полусне я услышал смех ребенка маленькой девушке может мне почудилось девятнадцать тридцать мне разбудил какой-то шум в коридоре тут вошел дрю один из механиков сказал что внесу что-то происходит возможно это бунт он был очень бледный он сказал что пойдет и все разузнает ушел и не вернулся наверное было девятнадцать пятнадцать когда раздался ужасный бопль я пошел на разведку в прачечную видео как какое-то черное чудовище пожирает фларка она повернулась направо с камней огромную зубами как у я заезжал и убежал ну нормальная реакция на самом деле для обычного этого человека теперь сижу съешь из кубки съешься курт и суть и пишу эту записку коридор полно полно этих тварей до сих пор то и дело раздается вопли но я ни за что не выйду завещать завершая свое послание сказал все что мне известно джованни финете к слову нормальная реакция для человека который не подготовлен чем еще жилет дорогая дженна ну ну как дела наверно пойдет полгода когда получить письмо здесь такая самоток каждый день одно и то же а за бортом а за бортом лишь море хотя нет кое-что изменилось на этот раз у нас на борту несколько пассажиров здесь здесь большая редкость то собруческая чета с маленькой девочкой наверно дальние родственники капитана представляешь что со снотанки нам денег нет я пытался поговорить с девочкой но и отец так зло меня посмотрите с чем боится кстати капитан сказал что у него нету родственников мы зря я буду так много думаю ну скучай об тебе целую джим джим джимми нейтрон тубе звезда я понял мне не надо объяснять два раза совет к шекалок сатальна короче понятно чем у нас вот здесь не расскажите любом могу посмотрели дачи здесь происходит вообще куда он там смотрит мы так-то можем его обойти так он сзади можно попытаться его обойти и зайти в комнату позади него в одной из комнат есть оружие здесь я точно помню вернулся вот сейчас он пройдет и мы пройдем соседнюю комнату опять начался этот горе стелс я еще большим молодец я еще дверь здесь не закрыл да а зачем мне здесь закрывать они что не зайдут не зайдут все наш выход я наверно зря так нам по хорошему надо было получается туда идти да по хорошему да что у меня еще повезло по ходе когда я пробегал нам вон туда просто по моему он был не один всегда а вот в эту дверь тоже здесь у нас макаров я просто сразу возьму вот мы дошли до сохранения ну давайте на этом закончим взяли мы пистолет ну это макаров потому что такая его грубо говоря грубо исполненная копия видно что это затвор хотя кстати предохранитель больше похож на валтер у него даже название ммпм необычный пистолет найденный небольшой обычный пистолет найдено разбившихся корабли я его люблю вот если что конечно знаете что меня от выбесила в резиденте об этом с вами еще не поговорил этот прицел но что это 2017 год ну ладно ну ладно 429 мы последний раз сохранялись ну времени много мы наверное даже переиграли с вами все разумные пределы поэтому давайте на этом закончим с вами был Найт Геймрус и я ГКС Маринус доброго времени суток субтитры сделал DimaTorzok